В концертном зале Евразия Проходит открытие регионального чемпионата WorldSkills Russia 2018 На который студенты нашего колледжа приглашены как в роли участников, так и в роли артистов В чемпионате приняли участие множество учебных заведений и молодых профессионалов в разных компетенциях Конечно, они все имели разные истории попадания на этот конкурс Вы в первый раз участвуете в такого рода соревнованиях? В таких больших, да Как проходила Ваша подготовка? Я готовилась в НХТК, это специальный химический колледж, где меня готовили к моей компетенции лабораторный химический анализ Ну, на протяжении двух недель мы тренировались усердно Мы ездили в другое учебное заведение, там нам давали задания и мы тренировались Что Вы ждете от чемпионата? Рассчитываете ли Вы на победу? Конечно, все рассчитывают на победу Ну, на первое место я не рассчитываю, но на какое-то достойное, думаю, да Открытие чемпионата из года в год становится все красочней и интересней С приветственным словом выступил заместитель министра образования Новосибирской области Головнин Андрей Николаевич С напутственными словами победители прошлых лет обратились к участникам И, конечно, дали торжественный старт началу чемпионата В ближайшие несколько дней лучшие молодые профессионалы соберутся в актовом зале нашего колледжа Чтобы продемонстрировать свои личностные качества и профессиональные по компетенции предпринимательства В первый день конкурсанты представляли свои команды и бизнес-проекты А также показывали свои умения в определении сегментации рынка Прямо сейчас проходит заключительный этап первого дня – планирование рабочего процесса Студентки нашего колледжа Моисеева Юлия и Самойлова Ирина представляли проект «Щебень и компания» По изготовлению декоративного щебня для ландшафтного дизайна Который, как рассказали девушки, можно применять для благоустройства города А также поддержания микроклимата в аквариумах, террариумах и тому подобное Второй день начался с выполнения модуля Д2 Где участникам предложили выполнить специальное задание Продолжился день с составлением маркетингового плана для своего проекта Маночкин Роман и Козлов Тимофей представляли проект, в котором предлагали свою оригинальную версию Декорирование предметов мебели, лавочек и других деревянных конструкций Путем применения электрического тока После обработки, залития флюоресцентной краской с эпоксидной смолой И финальным нанесением лакового покрытия Получается готовое к продаже изделие А завершающим заданием стало составление плана устойчивого развития проекта к различным факторам Оценивали работу конкурсантов, экспертные жюри, а также независимые эксперты Как вы думаете, ребята выполняли задания, испытания проходили? Являются ли они слишком сложными? Или это все должны уметь это? Нет, ну учитывая данный уровень, конечно же, это было сложно Но как же иначе научишься? Тем не менее, судя по своей команде, ушли такими вдохновленными Готовы именно не просто бросить все это, а переделывать и доводить до совершенства Это очень полезно Молодые профессионалы-предприниматели рассказали о своем участии в чемпионате Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как вы узнали о чемпионате? В колледже поступило предложение выступить в этой компетенции Я учусь на специальности технической, переработке нефтегаза Решил себя попробовать в предпринимательстве У нас был сначала отборочный тур, вследствие чего мы увидели, кто поедет Вот, и, собственно говоря, поэтому мы здесь О данном чемпионате мы знали очень давно, потому что это очень обширное мероприятие Но мы не имели представления даже, что мы сможем представлять наш колледж на таком мероприятии Как проходила ваша подготовка? Как выбирали проект, который будет участвовать? Как мы выбирали проект? Мы просто подошли к этому с фантазией Каждый день мы уделяли этому определенное время Подготовка проходила очень тяжело, я вам скажу, энергозатратно Мы готовились на протяжении полутора месяцев и надеемся, что покажем достойный результат Достаточно долго, мучительно проходила подготовка с сентября месяца И мы думаем то, что достаточно подготовились Вот прошло уже практически два дня, сложно ли вам? Какие испытания были самые сложные? Я бы не сказал, что они были сложные, было сложно психологически То есть поначалу было сложно психологически, сейчас мы уже достаточно все привыкли к этому И для нас, лично для нашей команды, это очень просто, выступать именно в личном выступлении Первое испытание было самым сложным Было тяжело выходить на сцену, представлять, но с каждым разом становится все легче и легче И самое трудное еще впереди Как вы оцениваете своих конкурентов? Как вы думаете, вот вы сможете победить их всех или они достойны конкурентам? Конкуренты достаточно достойные Ну что вы рассчитываете? Ну конечно же на победу, а как уже получится, посмотрим Конечно на победу, потому что всегда нужно стремиться к высокому На победу Ребята приложили максимум усилий к представлению своих работ и грамотному выполнению заданий Площадку посетили школьники в рамках экскурсии по нашему учебному заведению Каждый день новые задания и новые эмоции Для каждого участника это незаменимый опыт Ну сегодняшний день был на самом деле очень сложным Так как это последний день данного чемпионата Сегодня мы подготовили финансовую часть И обосновали ее, а также ответили на все вопросы экспертов Для нас это было тяжело Осталась такая приятная усталость После сложной, но интересной работы на площадке компетенции предпринимательства регионального чемпионата молодые профессионалы Эксперты оценили выступления участников чемпионата и вынесли финальное решение Сертифицированный эксперт компетенции предпринимательства Дмитрий Суханов Также получил новые эмоции и отметил работу площадки Нам очень понравилась площадка, обеспечение и техническая часть работала безукоризненно Ребята молодцы, в последний день все красивые пришли В костюмчиках, прям все деловые, очень понравилось Как вы оцениваете уровень подготовки ребят? Ну всегда есть к чему стремиться Это раз, для того чтобы победителям, кто сейчас выиграл Надо будет еще тренироваться для того, чтобы иметь шанс пройти квалификационный отбор И попасть на финал, который будет уже в августе месяце на Южно-Сахалинске Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться Как вы считаете испытания, которые ребята проходили, они сильно сложные? Или это только начальный этап и это должен знать каждый уметь? Ну на самом деле то, что здесь происходило, это не требует больших изменений Но мы просили конкретные вещи делать Чем лучше ли дети будут, предприниматели в этом разбираться Тем легче им будут запускать свой бизнес, реализовать самого себя, свою идею Поэтому я думаю, что мы только дали направление А развиваться им придется самим, с нашей помощью, с помощью экспертов Экспертов, преподавателей И будут погружаться более детально Потому что совершенства в этом не существует, наверное А как вы думаете, вот среди ребят, которые сегодня и все эти три дня участвовали в чемпионате Есть ли, на ваш взгляд, может вы кого-то заметили, кто прям вот выделяется и будет прям предпринимателем? Ну есть такие, да, но назвать я их не буду, потому что на самом деле конкурс еще не завершен Кто победил, мы еще не знаем, это будет только завтра на официальном закрытии Безусловно есть, есть кто, видно, что он отвечает за себя или она отвечает за себя То, что она делает, ей это нравится или ему нравится Вот для предпринимателя я всегда советую Вы должны делать то, что вы любите, то, что вы знаете и то, что приносит деньги Чтобы обеспечить себя, свою семью, своих близких Вот и подошли к концу конкурсные испытания Уже завтра участники узнают результат В концертном зале имени Арнольда Катца проходило официальное закрытие чемпионата Куда собрались все участники, чтобы узнать, кто же стал лучше Расскажите, пожалуйста, как прошел для вас чемпионат? Вы знаете, в целом очень хорошо Я думаю, ребятам есть над чем работать Поучаствовали все И ведь самое главное, как говорится, это ведь не выиграть А самое главное поучаствовать, правильно? И учитывая то, что ребята еще только учатся, я думаю, у них еще все впереди Я думаю, что этот конкурс, чемпионат необходимо проводить обязательно Вне зависимости от того, кто победит Это колоссальный опыт для всех ребят Сложно ли вам было оценивать? Да, вы знаете, борьба, конечно, шла очень интересная И приходилось, конечно, думать, как дети не только выступают Но и как себя вообще просто ведут, да, и как держатся Было сложно, честно скажу Все молодцы Я поддержу, потому что действительно оценка, она не из простых Очень сложно оценивать, поскольку ребята все достойны И победить сильнейшие Волнение, радость, усталость Все эти чувства сопровождали участников в столь важный момент В концертной программе звучали слова поддержки и благодарности От администрации города Новосибирска В лице губернатора Андрея Александровича Травникова И заместителя губернатора Нелюбова Сергея Александровича А также танцевальные и музыкальные номера Которые помогли участникам расслабиться и дождаться результата Свои замечания и пожелания выразил временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников Но мы считаем, что на этом нельзя останавливаться Потому что WorldSkills не должен превратиться в такой элитарный клуб По аналогии, можно сказать, в спорт высших достижений Нам, безусловно, нужно большее количество высококлассных специалистов Причем специалистов, которые не только осваивают профессию Но, как я сегодня сказал, уже в юном возрасте начинают чувствовать вкус успеха Начинают ощущать, что они могут быть лучше и профессиональнее многих других Начинают втягиваться в постоянный процесс соревнований и совершенствований Ефремова Каролина, а также Самойлова Ирина и Моисеева Юлия Стали победителями в своих компетенциях На торжественном награждении девушки не могли сдержать свои эмоции Ведь для каждой из них этот чемпионат стал началом в большом профессиональном пути Что вы чувствуете? Я чувствую... до сих пор я чувствую волнение В то же время радость И даже я не представляю, что дальше будет Поэтому такое волнительное ощущение Готова ли вы ехать на всероссийский чемпионат? Елька Милина сказала, что мы завтрашнего дня начинаем учить английский язык Так что мы точно подготовимся к следующему этапу Как вы будете готовиться к всероссийскому чемпионату? Готовы ли вы вообще ехать? Ну, я думаю, мы пока немножко отдохнем, а потом уже будем решать Но на самом деле ехать надо, да? Конечно Конечно, такой шанс вообще попадает Пока мы в шоке Да, ну, пока ничего не сможем Ожидали ли вы вообще победы? Готовились ли вы? Кто, что вам придется выходить на сцену, получать такие награды? Вначале, когда мы, в принципе, подготавливались к этому конкурсы Конкурсу у нас даже в голове не могло быть мысли, что мы можем занять какое-то призовое место Я вообще не ожидала, что я займу первое место Ну, я, конечно, приложила все усилия Сложно ли вам было готовить участников? Здесь, как бы, нельзя так точно сказать, сложно или не сложно Потому что ребята были очень хорошие, достаточно хорошей подготовкой Мы уже участвовали с ними, с данным проектом, ну, скажем так, на предварительном таком этапе В прошлом году в Университете потребкооперации Поэтому, скорее, не сложно, наверное, интересно Потому что новые задания дополнены Проект пришлось совершенствовать, дорабатывать Я расцениваю данную подготовку как новый этап И это опыт, очень большой опыт И для нас, как для руководителей, и, конечно, для ребят Поэтому было здорово Вот и закончился региональный чемпионат «Молодые профессионалы-2018» Мы хотим поздравить победителей Моисееву Юлию, Самойлову Ирину и Ефремову Каролину Занимших первые места в своих компетенциях Хотим пожелать им дальнейших успехов на Всероссийском чемпионате А с вами были Ларионова Виктория и Николай Баянов Специально для новостей Тинтек